Приветствую, друзья! Продолжаем наше великое ассасинское приключение. Так, поговорим с этим челом. Со стороны Дюм. Их главарь заметил, что я дорожу книгой и забрал ее. Я чуть не умер от горя. Я помогу. Я не боюсь воров. Тебя мне не спаслали сами боги. Книга поможет мне воссоединиться с женой. Вот ты, отец. Пойдем домой. Но Миджай хочет мне помочь. Да? Ты пойдешь искать книгу? Что ж, чудеса случаются. Иногда. Не знаешь, куда воры направились? А, да. Главарь сказал остальным, ждите меня возле некрополя, кажется. Наш дом рядом. Я ни за что не вернусь домой. Пока. Отец, книги больше нет. Ты и без нее встретишься с мамой на полях и Аллу. Обещаю. Этот смельчак найдет мою книгу. Да, да. Конечно найдет. Так. А, вот у нас еще четыре появилось. Дополнительные задания. А нет, вот одно такое. До этого у нас что, уровня не хватает? засада в храме. Ну ладно, выполним эту. Так, нам сюда, да? Ну все, тогда движемся. Так, может что-нибудь есть? Да, есть у нас сокровище. Или это папирус. То есть письмена. Да, какие-то письмена. Записи о первых шагах в загробной жизни. Усопший входит в гробницу, спускается в подземный мир и способности говорить и ходить возвращаются ему. Усопший путешествует по небу в солнечном ковчеге среди блаженных. Вечером усопший возвращается в подземный мир, чтобы предстать перед судом Осириса. Оправдавшись, усопший становится одним из богов. Хм, весьма неплохо. Было бы все так просто. Мистер Бек. Сомневаюсь, что там все так. Ну, возможно, существует вероятность, что после смерти происходит то, во что вы верите. И обусловлено это тем, что мозг в момент умирания в момент умирания изменяет понятие времени. И время становится бесконечным. Именно когда вы умираете, восприятие времени меняется и вы замыкаетесь воображением. То есть... С вами будет то, во что вы поверили. Все равно перед смертью... Ну, мозг. Мозг имеет же представление о смерти. Вы же думаете об этом все равно. Кто ни о чем не думает, этого тьма. Кто что-то себе вот напридумывал, то с ними произойдет. И чем подробнее картина... Так, что тут у нас? Ну, это не то. И чем подробнее картина, тем более четким будет пребывание там. Так, что мы нашли, да? Нужен 8 уровень. Слишком тяжеленький для нас. Так, но все равно попытаемся его размочить. Нападай на ублюдка. Напасть. И че? Это почему не показывается-то? Увидят, сразу накинулся. Это да. Так, а че такое? Какая еще цель? Я же уже отметила. Так, че нам сено? Получится прыгнуть. Сколько? Выиграй играть. К этому мочканули. Не слышит моего свистка. Так, этого кокнули. Но не до конца. Нет, никто ничего не слышит. Так, ну-ка. Еще раз. О чем? Нападай. Что это за игры? Блин. Сюда! Скорее! Думаешь, это не все? Как-то они затихли. Не к добру это. Тровь выпущу. Ясно? Ух ты ж. Откуда? Тебе не уйти. Убегать, убегать, убегать. Стой уже. Вот. Ого. Нет. Тебе придет, снег. Ох. Да, это опасно. Витер поднимет песок. Блин, не то. давай иди сюда умирать есть отлично размочили этих ушли панов так и чё и вы мертвых на найти 51 метр чё это он нашел и как он увидится сквозь чувствую все равно нашел ну умница так мы идем так чё это поднять факел так что у нас тут драгоцешки ну сколько тут всего у нас по красоте и почитать есть чудо обыскать щит нам дали но щит такой же как у нас по уровню так мобарай шлю тебе посылку в ней пара десятков книг мертвых все что нам удалось украсть отыщи владельцев и запроси хорошую цену за возврат книги только осторожен нельзя чтобы об этом узнали жрецы ок так и выполняем наше задание вот и книга мертвых века будет рад окей возрадуем беку все уходим отсюда уходим окей так опасно так это же не наш ну-ка нахер его конечно пошел ты нахрен урод вот чем это зарвались от этого бешевого шлепка и чем мы сейчас заблудимся ну круто круто ребята вам бы спрятаться где куда-нибудь ну или они уже адаптированы приспособлены им похрен для них это как для нас ветерок утренний да что за столпотворение такое оп-оп оп-оп спешимся даем за вас ты еще как выкинул нас до его больше нет он был слаб и не смог дождаться тебя до обретет его душа мир он был в отчаянии что его как не воссоединится с маму где его тело еще не поздно нам тебя послали сами боги его готовят погребению в малом храме окей че еще скажешь мне будет не хватать его доброты ух ты прикольно мир тут как-то поживее чем предыдущих частях серии что у нас ничего ух ты тоже ничего старик вот книга она поможет тебе в поисках да навряд ли ему что-то поможет так он папирус давайте-ка найдем хоть не мешаетесь и мы так что такое и сада в храме о чем я здесь посмотрим нет не здесь где-то поблизости ничего нет так задание а нет вот рядом ну ладно так задействуем стену а вот он да ну круто сперва да это сделано так не дождите вот сюда нам оп круто чё ты спрыгивай ой 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 больненько нескольких сотнях шагов к северо-западу от храма сихмета в имау что озеро мариотис есть чудесное место множество финиковых пальм посреди пустыни и каменная ограда без входа и выхода ищи меня там окей так какая-то загадка там так предметы наверное что это нельзя да где загадка то это а вот вот папирус щемия в севина не единственный чаш на очень большой для бога а ну значит вот это надо разгадать к северо-западу от храма а ну ладно посмотрим как-нибудь само собой надеюсь получится отыскать это место так щит восемнадцатый ну больше вроде ничего не было покруче так тут что нам не хватает тоже не хватает надо поднабрать всех этих вещиц ничего нет никаких драгоценок печалька по-русски по-русски говори так 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 я думал мы тебя еще долго не увидим так 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 и не думали я забыл в твоей жизни невероятно много запретных тем извини судя по виду ты многого достиг ах да верховный жрец сделал меня своим помощником но поверь это не самая интересная новость ты обязан увидеть наш храм покажешь мне конечно конечно приходи как сможешь чтобы начать обход ну с тобой же смысле готов осмотреть наш чудесный храм виде имени хет прости верный служитель богини можно по имени ты почти член семьи ведь раньше здесь были заброшенные руины теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы что привлекает в мау все больше богатых транжир удачное описание александрийцев а что говорит твоя вера признаю иногда это бывает неприятно меня одолели неприятели тихие как тени дядя баек дядя баек здравствуй баек от рада моей жизни вы что же сбежали от своей матери подними меня дядя баек видите не обязательно нападать со спины если вас четверно одного ты же говорил нужно использовать любую возможность если враг опасен да 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 я очень опасен ибо странник идет по следу то есть чем искать их теперь так хорошо и и и и и и и и так мы идем искать ребятишек им хотят опа выходи на его ты мешаешь жрецам это куда он там а вот че мелкий и аккуратно как ты умудрился там оказаться хотел спрятаться а теперь не могу выбраться мне страшно спокойно сейчас я помогу да хватаем увеличу поможет сейчас избавимся надписях хватай мелкого то есть что ну блин я про уместила сюда а теперь беги к маме да поскорей понятно думаю проще было бы если бы он просто подкинул сил у него достаточно зло пассивные подчиняется разума зло активное порождается страстями прошу всех запомнить ух ты ну-ка подыхать ссоришь назад те где это почему шкурку взял некие проказанные дети одни неприятности попадают ну ты сейчас падать будешь хасина живо спускайся но ночью отсюда можно будет посмотреть на звезды сюда пускаю только жрецов ты же знаешь да но я хочу посмотреть так а ну слезай посмотрим на звезды с берега вроде бы всех это сказал скажу мини хето что дети в порядке бешеные детишки не а а и а а а а и взгляни подделка с твоего рынка как это ты ничего не знаешь я не слежу за делами на рынке так что лучше поговорить стали также фальшив как и вашим умеем фильмы стандартный мини-хет я привел твое семейство спасибо что он хотел наши гости так любят покупать и реликвии что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу я не торговец но они приходят со своими жалобами именно ко мне здесь нужна твердая рука это уже четвертая сора на этой неделе ухты девятый уровень хвала всем богам что этот праздник уже скоро закончится надеюсь ты хоть что-то узнаешь торговцы на рынке вспыльчивы и неразговорчивы понятно так следующее задание или чё способности посмотрим да сейчас мы с двоих можно чего-нибудь покруче сделать так после разного может начать серию слабых ударов круто но пока не надо получать дополнительный опыт за убийство врага в режиме ярости опыт тоже круто так это не нужно два лука тоже тут что это удобно но пока тоже не надо совершил быстро убийство автоматически тоже на это пока не хочется очков тратить так медитация тут чем бросить это дом что-то же противник тоже не надо 25 процентов дороже до продается спросив возницу понятно так тут что тоже не надо дополнительное так надо да это отлично удерживай да ну давайте вот это надо к один всего лишь нужен был а тут два уже надо что-нибудь еще за один давайте вот это все о это что метнуть оружие жертву и другую цель вот это круто но тут три на 1 следующий раз так задание ложный обряд в ответ на просьбу меня не хета баек собирает улики о торговле фальшивыми мумиями на рынке и мало так ну давайте это выберем карта так и куда ну а вот рядом же 1 лично на никуда далеко идти а только не обдумывая цель можно постичь наше предназначение на заметку ребята ой это болото я не хочу окунуться она похожа на детскую поделку мумии фальшивки я рад приветствовать тебя нет у нас есть все что можно пожелать скажи мне ты слышал что-нибудь о фальшивых реликвиях на рынке до меня доходили слухи но это все чушь а теперь тебе лучше уйти эфире вы стандартный сестра купила у тебя статуэтку и она снова мне и фальшивки расскажи о фальшивых мумиях не впутывай меня в эту историю я отмени хета и твое молчание оскорбляет его и богов я не хочу гневить ни его не богов нас заставляют продавать фальшивки грозят уничтожить товары кто это делает давай поговорим потом встретимся ночью на краю деревни у поля ну окей тут что такое миджай сюда войн сюда ну что тебе нужно нужно найду а если не найду то и не нужно рэда поможет выжить в этих пустынных землях ты еще ребенок как же ты все это достал из самых древних песков пустыни затонувших в ниле судов очищенной руками прислужниц богов оружие выкованное в самой нубии украшение из персии сокровища ассирии у меня есть сила водка для юноши ты многое повидал мудрость древних я многое видел когда блуждал ночами по пустыне покажи что есть вот выбирай а если хочешь помогу и тебе заработать опытный мелкий пройдоха находится аргумент рода продает множество редких товаров заглядывать к нему почаще у него каждый день что-то нового каждый день и рэда дает новое задание предлагаю помочь кому-то из своих знакомых сделать достаточно быстро вы получите счету награду на круто сегодня наш день баек тут караван с оружием пропал если отыщешь его мы станем богачами нашел берет себе так давайте ка посмотрим ну видимо это не близко караван отыскать да эти лучше выполнен наше задание ну чувств торговцам да все идем коняшку вызываем это красавец наш шествую она похожа на детскую поделку в жизни нет цели все это случайно синтезированы из мусора мертвого мира имейте ввиду чего не перепрыгиваешь да по-русски говорит чё друг мой я рад что ты все-таки пришел сюда и присядь выпьем с тобой вина обойдемся без этого эх чудесная ночь давай насладимся прохладой прежде чем начнем говорить о делах слушай я не для того сюда пришел скажи мне откуда берутся фальшивки ну понимаешь все совсем не так просто многие замешаны в этой истории но все они скажут тебе лишь одно жалейте доверчивых ибо ждет их лишь боль так и знал подлога найдешь его подыхать пора умирать дорогуша не с тем ты связался ну что обосрался ты выродок пожалуй такой славный воин достоин знать правду от по всей видимости или разделишь судьбу своих друзей угрозы это лишнее среди дюн на юго-востоке там лагерь где делают фальшивые мумии думаю теперь ты уничтожишь его зато пощажу тебя согласен киса две кисы две кисы хрена себе уничтожение фальшивых мумий угодно богат во имя какой позор да не говори баек сволочная жизнь сволочные нравы сволочные поступят да сколько кис здесь ах вы мелкие красавицы чего их гладить нельзя ладно отправляемся крошить разбойников расхерачим их лагерек следовать по дороге пускай на автопилоте хотя так наверное быстрее так мы и поступим а не да ляпота это это чё это не то так подождите вот лагерь да лагерь здесь так ты урод ты к ним да относишься гонида какая кто тут еще еще урюк ну всех расхреначим никого не пропустим так это ладно там чё сокровище спит охотиться так я хочу туда сбегать забрать сокровище сейчас мы это сделаем и вернемся размачивать чертиков так а это чё кто тут и тебе не уйти я дам сигнал тебе кишки как это вы замечали актуру ой выпущу тебе кишки бля так не хочу ранить ну ну быстрее все подох ну так скотина из вас пострадали мирные животные так и чё нет богатства ни хрена нету ничего или это типа у них что-то было там кто какие то они зловещие к ним не пойдем так это мы собрали блин извини коняша прости и урода блин что меня вынудили а найдем может быть мы просто машины бесконечно пытающиеся вычислить последнюю цифру пи подумайте над этим так нет потише иди-ка потише аккуратней место хорошо охраняется весьма весьма так 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 отсюда отсюда вот так по красоте чё этих то можно убить отлично так надо тоже взять это кто где еще так один там этот самый тяжеленький так все на помогай его видно видно не видно так но он один да ну все тогда завершаем чё его может так по простому да отлично все валяйся своих конвульсиях так припасе ки полный боезапас так как уничтожать да зачем ты залазишь на них обыскивать надо а вот так все отлично контрабанда я про это ничего не было сказано у них я роста фальшивки злодеи наказаны злодеи значит все кто продает китайские вещи все злодеи aliexpress видимо обиталище цитадель просто зла так ну все да чего там золотое так посмотрим а это нам вернуться надо к этому чувачку давайте быстро и быстрым перемещением воспользуемся заодно и проверим насколько быстро это происходит ну понятно я думал по речи будет красавец наш герой да лучше все на так и быстрее вот а это не сено листья пальмы а вот и ты а вот и я как не облегчить время старого друга сегодня мы устраиваем чудное представление наша богиня сихмет будет защищать людей от хаоса из фета но пому нашего актера мы не можем найти верховный жрец непременно возложит вину на меня я помогу хвала сихмет его дом у рынка но сперва ищи в таверне мне так стыдно снова просить у тебя помощи да все ряд времени любит выпить ну ладно все на сегодня наша сессия игровая завершена спасибо ребята что смотрели так завтра наверно не будет ролика уж простите но если получится то обязательно выпущу а так наверно в субботу будет и не забывайте в субботу будет стрим вечером я еще в сообществе напишу но опрос проведу во сколько лучше провести так что подведем итоги года поговорим о вышедших фильмах о самых ожидаемых фильмах ну и просто пообщаемся все всем спасибо за просмотр удачи и пока